Добрый день, уважаемые коллеги! Светлана Анатольевна в своем сообщении уже, в принципе, коснулась этой важной темы, касающейся взаимосвязи между коллектированной дозой афотениба и улучшением, скажем так, переносимости терапии и, самое главное, сохранением эффективности лечения у больных и GFR-позитивным немелоклеточным раком легкого. Буквально напомню особенность назначения этого препарата. Действительно, препарат необычен в перечне таргетных препаратов этой направленности в том, что, возможно, индивидуальный подбор дозы для пациента. Препарат выпускается в таблетированной форме в четырех дозовых уровнях от минимальной 20 мг до максимальной равной 50 мг и стандартная начальная доза терапии – это 40 мг в сутки. Что происходит в дальнейшем при начале лечения? Разработана детальная и, в принципе, крайне удобная схема модификации дозы препарата, которая основана, в первую очередь, на переносимости терапии. Мы начинаем прием препарата в дозе 40 мг в сутки и оцениваем наличие или отсутствие нежелательных явлений на протяжении первых трех недель терапии. Если нежелательные явления боли первой степени тяжести отсутствуют, то мы проводим этап эскалации дозы препарата до максимальной равной 50 мг в сутки. Если же на фоне проводимой терапии мы отмечаем развитие осложнений, это осложнение третьей степени тяжести и более, это длительное осложнение в течение более недели второй степени тяжести, и поскольку доза лимитирующей токсичности является диарея, то, конечно же, диарея второй степени в течение более двух суток, несмотря на оптимальную терапию, это основание для уже прерывания приема препарата максимальным сроком до двух недель, до полного купирования осложнений или до уменьшения до первой степени, и обязательно при возобновлении терапии и редуцирование дозы афотениба на один дозовый уровень на 10 мг. Таким образом, мы можем редуцировать дозу препарата до 30 и до 20 мг в сутки. И, конечно же, основной вопрос – не теряем ли мы эффективность и можем ли мы увеличивать безопасность терапии путем вот такого подбора дозы. Разумеется, исследования уже проведены, Светлана Анатольевна о них подробно представила, ну, конечно же, материал клинический очень большой, не только клинический, но и фармакенетический материал, который, разумеется, продолжает обрабатываться в ходе последующих исследований. В частности, в 2015 году на АСКО представлены данные, которые я сейчас расскажу, в 2016 году на ЭСМО также последующее изучение влияния коллектированной дозы афотениба на безопасность и на эффективность терапии. Что же было проведено в ходе анализа трех исследований, о которых я сейчас буду рассказывать? Был проведен ретроспективная оценка всех пациентов, которые получали фотениб. У больных, которые получали или стандартную, или редуцированную дозу, были оценены частота и степень тяжести наиболее типичных осложнений, как раз таки для того, чтобы оценить, влияет ли принципиальная коллекция дозы на уменьшение токсичности терапии. И, что очень важно, были проведены фармакокинетические исследования плазмной концентрации препарата через три недели от начала приема и через шесть недель от начала приема препарата, для того, чтобы сравнить, меняется ли концентрация фотениба в плазме у больных на фоне стандартной дозы препарата и на фоне редуцированной дозы. И, разумеется, основной вопрос – не потеряли ли мы эффективность лечения. В данной ситуации в качестве маркера эффективности было выбрано время для прогрессирования, и она была детально оценена у больных со стандартной и с редуцированной дозой фотениба. Какие же были характеристики пациентов? В принципе, исследований три было проведено, и оценены они все, как по отдельности, так и в совокупности. Здесь, в частности, характеристики больных в исследовании ЛАКС-ЛАНГ-3, что оказалось, что более половины пациентов подвергались редуцированию дозы. И у большинства пациентов, здесь в данном исследовании более 80% пациентов, редуцированная доза производилась на протяжении первых полугода, первых шести месяцев терапии. Наиболее часто редуцированная доза отмечалась у женщин, хотя, как Салан Анатольевна представила, у женщин и эффективность терапии была выше. У пациентов пожилого возраста, возраста старше 65 лет, у пациентов восточно-азиатской расы, в принципе, это к нам не очень большое отношение, и у пациентов с небольшим весом, весом менее 50 кг. Здесь уже представлены данные, обобщенные по трем исследованиям. Мы видим, что не меньше трети пациентов, от 28 до половины пациентов, до 53% подвергались редуцированию дозы. И подавляющий большинство, как я уже сказала, на протяжении первых шести месяцев. Здесь, в принципе, те же самые данные в отношении женского пола, пожилого возраста, азиатской расы и дефицита или крайне небольшого веса пациентов. Какие же были основные осложнения терапии, которые требовали коррекции или модификации дозы препарата? В принципе, мы о них уже знаем, и здесь в обобщенных данных также они представлены. Это, разумеется, диарея. Мы видим, практически 90% пациентов имели диарею различной степени тяжести. Треть из них имела проявление диареи третьей и более степени, то есть, в принципе, серьезные проявления. Половина пациентов имела различные проявления кожной токсичности, и каждый третий пациент имел проявление стоматита, стороны слизистых оболочек. Степень тяжести этих осложнений также, в принципе, присутствовала третья и более. И что же происходило с токсичностью при коррекции дозы, при уменьшении дозы на один уровень, менее 40 мг? Токсичность сразу и значимо уменьшалась. Мы видим, что диарея уменьшилась в два раза, и самое главное, уменьшилась тяжелая степень диареи. Также выражена тенденция к уменьшению осложнений со стороны кожи и со стороны слизистых оболочек. Разумеется, самый интересный вопрос – что же происходит с концентрацией препарата при модификации дозы, при уменьшении дозы препарата. Здесь представлено одно из исследований, ЛАКС-ЛАНГ-3. Мы видим, методология фармакинетического исследования заключается в том, что забор образцов плазмы производился через 3 недели от начала приема и через 6 недель на 22-й и на 43-й день. И мы видим, что через 3 недели от начала приема у части пациентов, начавших и сохраняющихся пока на дозе 40 мг к 3-й неделе, отмечается очень высокая концентрация препарата. В принципе, в 4-5 раз она превышает плазмную концентрацию большинства пациентов. И, конечно же, здесь имеет смысл, вернее, все основания предположить, что именно у этих пациентов и токсичность терапии будет выше. И на самом деле во время проведения исследования именно у пациентов с более высокой концентрацией афотениба и производилась коррекция дозы из-за токсичности. И вторая точка фармакинетического исследования – это уже 6 недель от начала терапии, 43-й день. Мы видим, что и пациенты, сохранившие дозу 40 мг, и пациенты, подвержившиеся редукцией дозы из-за токсичности до 30 мг, имеют уже выровненную такую среднюю терапевтически адекватную концентрацию препарата. То есть, в принципе, мы таким образом, индивидуально подбирая дозу препарата, все равно сохраняем лечебный терапевтический уровень данного лекарственного агента. Здесь обобщенные исследования уже по двум. Проведенным исследованием ЛАКСЛАНГ-3 и ЛАКСЛАНГ-6 то же самое. Через три недели от начала приема мы видим, что часть пациентов на начальной дозе 40 мг имеет повышенную концентрацию препаратов в плазме, часть пациентов имеет пониженную. То есть, можно предположить, что и в клинической практике так осуществлялось в ходе проведения исследования, что у больных с высокой плазменной концентрацией производилось редуцирование дозы. И у больных с низкой плазменной концентрацией производилось повышение дозы из-за того, что у них не было проявления токсичности. И через шесть недель начала приема, независимо от сохраняющейся дозы, или 40 мг, или уменьшенной 30, или эскалированной 50, у всех пациентов отмечается такое выравнивание плазменной концентрации. То есть, в принципе, мы таким образом индивидуально подбираем дозу и обеспечиваем коррекцию токсичности, не, скажем так, не влияя на метаболизм и на концентрацию препарата. Разумеется, основной вопрос, не теряем ли мы эффективность терапии у больных, подвергающихся уменьшению дозы. Здесь сравнение времени для прогрессирования пациентов, которые подвергались или не подвергались коррекции дозы афотенива. Мы видим, что никаких расстричий в выживаемости без прогрессирования у пациентов не отмечается, была ли доза стандартная или была она ниже. То же самое в исследовании в ЛАКС-ЛАНГ-6. Тоже абсолютно идентичные кривые, еще раз подтверждающие тот постулат, что необходимость коррекции дозы ни в коем случае не лишает пациента реализации эффекта. То есть мы должны максимально обеспечивать безопасное лечение пациента, не закрывая глаза на необходимости уменьшения дозы, поскольку мы таким образом не теряем эффективность терапии. Данные представлены буквально на ЭСМО в 2016 году, совершенно недавно. Тоже представлены результаты по трем исследованиям. Длительный, продолжительный эффект на терапию афотенива. Мы видим совершенно такой разброс в уровне доз. Как стандартная доза 40 мг, так и доза 30 мг, так и доза даже 20 мг обеспечивают сохранение длительного эффекта. То есть здесь, поскольку пациенты индивидуальны, то, конечно, особенности метаболизма у всех индивидуальны, и каждому пациенту, конечно же, необходимо свой уровень дозы. Ну и таким образом, как мы уже сказали выше, наиболее часто люцированные дозы осуществляются у женщин, у пожилых пациентов, у пациентов с малой массой тела. И, в принципе, необходимость в редуцировании дозы, она возникает из-за, как мы видели, различной плазменной концентрации, как правило, конечно, высокой концентрации. И редуцированные дозы афотениба, вызванной токсичностью, приводят к уменьшению плазменной концентрации препарата, но при этом, как мы уже сказали, не теряется эффективность. Но, несмотря на то, что мы выделили такие вот факторы риска, женский пол, пожилой возраст, несмотря на это, изначальной коррекции, изначального уменьшения дозы даже у этих групп пациентов не требуется, поскольку, в принципе, не все пациенты, относящиеся к данным характеристикам, имеют то или другое такое выраженное токсичность, требующую редуцирование. И, как исследователи предполагают, даже пациенты, которые в дальнейшем подвергались уменьшению дозы, они, в принципе, нуждались для реализации эффектов, такой вот стартовой или пусковой, пускай несколько завышенной, но, по крайней мере, такой вот нагрузочной дозе препарата, которая запускает, скажем так, эффект терапии. Подтверждают проведенные исследования фармакинетические тот факт, что разработанный алгоритм коррекции дозы, он абсолютно адекватен, он абсолютно удобен, и он, самое главное, не сопровождается ухудшением терапевтической эффективности приема препарата. Редуцирование дозы, как мы видели, также приводит к уменьшению и частоты, и степени тяжести осложнения. И самый основной постулат – это то, что эффективность препарата не теряется при необходимости редуцирования дозы. То есть, вызванная осложнениями терапии коллекция дозы, она не приводит к потере эффекта терапии. Благодарю за внимание. Глубоковажаемые коллеги, есть ли вопросы к Анне Игоревне? Пожалуйста, Сергей Николаевич, микрофон. Спасибо большое за очень интересное сообщение. У меня, знаете, короткий вопрос, такой немножко экстравагантный даже, возможно. Дело в том, что я так предполагаю, что у практических врачей, наверное, могут возникнуть сложности с тетрованием дозы по плазменной концентрации. А я так посмотрел, диарея достаточно часто встречается у этих больных. Вообще, возможен ли алгоритм подбора дозы до возникновения осложнений по диарее? Или это что-то из области фантазии? Здесь, в принципе, те данные, которые я представила, это фармаконистические исследования, которые подтверждают, что алгоритм, разработанный именно по клиническим признакам, он абсолютно верен и адекватен. Потому что первые слайды, которые я представлены, там как раз в течение трех недель оценивается токсичность терапии. И в том числе диарея, больше второй степени, более двух суток, это уже основание для редукцирования. То есть, действительно, врач клинический, он не должен даже знать, и не может знать плазменную концентрацию, но он видит наличие осложнений и корректирует дозу, уменьшает ее. Спасибо большое, Анна Игоревна. У меня вот тоже вопрос в продолжение темы Сергея Николаевича. Вы озвучили, когда наблюдаются выраженные проявления токсичности, такие как кожная токсичность или диарея, и это приводит к снижению дозы, не влияющей на эффективность. Но все-таки могли бы вы на каком-то конкретном клиническом примере описать, как часто мы можем снижать эту дозу, и когда мы можем сделать временный перерыв. То есть мы, вот как вот этих пациентов в клинической практике, в рутинной клинической практике это происходит, снижение дозы, тетрады? Если начинать с самого начала, то мы назначаем пациенту стандартную стартовую дозу, 40 мг в сутки, как я уже сказала, и в течение ближайших трех недель от начала приема мы оцениваем наличие или отсутствие токсичности. Если мы видим осложнение выраженное, если мы говорим о кожной токсичности, то это третья степень тяжести осложнений, то, разумеется, это основание для полирования терапии. Если мы видим кожную токсичность второй степени, не редуцирующуюся в течение 7 дней, то это основание для полирования терапии до 2 недель, и в дальнейшем возобновление с уменьшением дозы на 1 шаг. В принципе, до 2 раз мы можем дозу редуцировать, до 20 мг. А существуют еще какие-то другие инструменты наших пациентов это волнует, борьбы с этой сыпьей, кроме снижения дозы и временного перерыва в терапии? Есть ли какие-то возможности еще как-то? Здесь, как и для всех таргетных препаратов, это, конечно же, уход за кожными покровами адекватный, это и профилактика фотосенсибилизации, это и обработка кожи топическими кортикостероидными мазями, при необходимости мазями, содержащими антибактериальные препараты. То есть, в принципе, это стандартные методы коррекции, используемые при таргетной терапии, такие же, как и для гефцинида, и для локцинида. Спасибо большое. Будут еще вопросы к Анне Игоревне. Анна Игоревна, спасибо большое. Как всегда, яркий, четкий, обстоятельный доклад. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...